шевел александр книга чисел 12 глава мариам и арон упрекает моисине за то что он взял на себя и фея плянку но господь поражает показывает только мариам ничего нет что-то прерывается ничего не слыхать в двенадцатой главе чисел но я понял тут моря перерывалась и что вопрос о чем вопрос господь поражает мариам а арону как бы ничего не делается хотя он тоже с ним не при к моисея за то что и фея плянку для себя мы берем то что написано в слова почему этого нету зачем это входить когда нет уже никого в живых как написано так и принимаем а почему а почему столько дней был а почему проказы покрыл он ее это от нечего делать такие вопросы 130 псалом заучите наизусть 130 псалом там ответы все он маленький псалом но там ответы все это праздные вопросы они ни к чему не приводят и и даже точно узнаешь а другой не так уже спора возникает а зачем один вопрос только как я веду себя по евангелию у нас тут совершенно другая шкала а а там у них было у яков их было две жены и две служанки четыре а теперь все приняты святые 12 которые родились сыновья мы готовы принимаем а как было что кто ничего этого не надо нам знать это ничего не дает вот себя надо на это настроить и больше никогда не возвращаться к вопросам которые сокрыты бывают или не нужны для нас главный вопрос сегодня так я сегодня ухожу из жизни с чем я приду господу а какие вопросы мы читаем 24 глава евангелия от мотвея а кроме того самое большое одна спасенная душа дороже целого мира полного золотом придешь кто обратился через тебя вот вопрос не хотел бы я бесплодным к трону господа прийти хоть одну хотел бы душу но один в руках нести вот какое песнопение есть вот тут теперь вопрос вот сейчас я вам скинул уже видели кто просит молитву получают виталий калиников так составил там из того что у нас было покаянное получили он взял наши материалы как там я принес книги как их раздают как относится митрополит у него таких отношений ну я мирянин считаю щтец это даже не подьякон и какое отношение найдите еще где-нибудь стране у нас или мире чтобы такая взаимная дружба была с митрополитом и так все это видать когда мы говорим и тут же он прямо обо мне объявляет храме проще на воскресенье и тут же ставит семинариста и мои книги раздают а я еще раз подошел к нему договорился я принес 30 умножая на 2 2200 рублей это подарок а не хватило священников больше я сказал что я принесу теперь митрополию ну и отвезли нас туда видите какая работает еще на стол положил ему 40 книг найди где-то в мировой практике чтобы это было от мирянина исходил почему благодать божия я никогда в чужие дела не лезу зачем у меня время нету я каждый день сижу 12 14 иногда больше часов вот сегодня с пол третьего ночи я уже здесь сижу корректуру вести ошибки выправить и вот говорим проповеди во свете святой библии я уже слышу вячеслав как-то говорит думали мы 6 томов сделать они входят значит будет 7 томов и каждый том будет 1200 300 страниц такого тоже никогда не было нигде мы делаем вещи не уникальны они единственные за всю мировую историю я мирянин у меня еще нет но я люблю господа и вот это когда голодишь какой день обратилась твоя душа я называю час минуты когда меня бог нашел 23 года когда мне было сразу дал мне духовное рождение крещение духом святым как огонь вспыхнула мне в костях моих как говорит иремия вот это важно ну и вот возьмите еще особенного я сделал то но меня бог любит и поэтому меня он в тюрьму давит везде господь меня провел у меня опыт непередаваемо большую от москвы до владивостока я был единственный который был в тюрьме в то время почему а сколько вот здесь я гляжу отец на ум израилевич он вам легко расскажет когда мы заезжали каждый раз как принимали как людям там еще где грузия тбилиси и там проповеди и пришлось говорить даже не где-то мы доехали до лиссабона португалия все государства европы прошли это тоже нигде больше нету нигде это все в единственном числе почему любовь божия он как на крыльях нес а если сломалась машина на и сломалась как раз и где в швеции и главное из дома отношения какое звонит один мы все никак машину бросайте мы сейчас мы слоем деньги и любое мы иномарку покупаете едете дальше такого тоже не бывает почему потому что на пустяки не растращивали а господь благословляет благословляет тут сейчас у нас едет этот денисом георгий едет у елены там это работать может будет на ферме и сегодня они уже встретить его над ним работа сказали дорога не разговаривать а там мусульманин подсел к нему и начинает его искушать и он сразу говорит может не у тебя сказали молчать вот когда сказали ты один раз услышал на этом все второй раз я не у меня нет времени пять раз говорить один раз вот сейчас смотрите видите дугин зашел познакомились мы какие отзывы идут у него грамоты тут поискать надо еще вот как с какими людьми господь сводит и вот николай астахов свел нас спаси христос ему земной поклон а мне главное те от и что вы хотите взять ничего не хочу взять я дать хочу дать вот сейчас он николай говорит уже книги ему послали потому что он касается такой темы которая сегодня нигде нельзя вот именно русский народ сам возвысится славянский мы в дыбу в грязи как говорится в блевоте не вывозились нам год надо думать на сегодняшнее время вот эти до через два часа собираемся молимся вот это высоко и чтобы такая группа была интернетная так держались за библию православные и так знали закон божий каноны жития занятия идут сегодня говорят такого больше в интернете нету вот что бог делает александр слышишь меня да вот вот да ну у тебя ревность если слава богу не задавай никакие вопросы свое дело делай ну не в храме а за пределами не в ограде это я вам говорю испытал я это все и потом мы не давайте повода ищущим поводом повода что он сказал полгода бери нам наш епископ сказала о русском языке а я статью выпустил чтобы на русском языке было у нас не на славянском и он нас запечатал батюшку запретить а меня отлучить мы приняли это и и через три года через три года 23 марта мы снова стали которые во время службы из библии считать по-русски все так он сам начал уже за это три года то мы молились и и он сам стал переводить на русский язык а то такое было удивление он нас наказал а мы приняли но я сказал что вот я вину занятия в милиции в воинских частях по телевидению в университетах тут он не властен и он туда дальше не пошел но ничего не сделал вот как посмотрел межи мои прошли по прекрасным местам и наследие моё приятно для меня не касается больше к священнику не лезь не подходи а часть какую-то окажи ему где возможно к этому вопросу не подходи полгода это мои он тебя любит во славу божию так вопросы давай владимир вы знаете мы прежде не вкушаем пищу да а в пятницу будет литургия прежде освещенных дорог она будет вечером 5 часов мы не вкушаем в пятницу вот этой литургии так володя на перевод тебя нету сейчас подожди переводчик подойдет называется толмач повторите пожалуйста в пятницу не вкушаем пищу вечером будет при освещении даров можно вкушать пищу потом конечно конечно до литургии нет до литургии нет литургии нет никак аллилуйя а когда это будет но он говорит что молота у них это там свое все никого нет больше все отхожу игнатий тихонович с миром да конечно надя это игнатий тихонович у меня есть две книги к истинному православию у нас приезжает серафим епископ бийский и белокуринский и служит у нас и романа никита могу я одну и им подарить и кому лучше посоветуйте пожалуйста вы покупали их да я игнатий тихонович я не знаю может быть покупала может быть таня привезла но у меня их две хорошо хорошо все понял понял если купила значит так а если на десятину купила то только священникам дарить все слава богу аллилуйя ну все тогда отхожу